Режим повышенной готовности в Самарской области продлен до 14 февраля. Эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной, но показатели и суточного, и еженедельного прироста заболевших снижаются. В основном за счет уменьшения заболеваемости детей до 6 лет и тех, кто старше 50. Что же касается ОРВИ и вне больничной пневмонии, здесь цифры ниже прошлогодних, а эпидемический прирост превышен только за счет взрослого населения. У нас по деткам, по школьному возрасту превышения порога нет. Я правильно вас понял? У нас превышение детям на фасово-окровом населении за счет взрослого населения. То есть по детям у нас превышения нет? Да. Нет. Многие больницы, ранее перепрофилированные под ковид, возвращаются к привычной работе. В первую очередь это касается отделений по лечению сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. В регионе удвоено число прививочных пунктов. Вакцина от коронавируса поступает в плановом порядке. На сегодняшний день поступило 21 доза, 1942 дозы вакцины. В прошлую пятницу нам поступило вне плановых 10 тысяч доз. Следующая поставка планируется в период с 1 по 07 февраля этого года. И это 51 тысяча 100 доз. А также в период с 8 февраля по 28 февраля мы еще ожидаем 79 тысяч 200 доз. Еще раз, коллеги, хочу всем напомнить о том, что вакцинация носит добровольный характер. По становлению штаба утверждено еще одно важное решение. Оно касается беременных женщин. Теперь Трудовой кодекс позволяет перевести их на дистанционный формат работы. И это право должно быть реализовано. А вот вопрос, который касается всех без исключений, это массовые мероприятия. Они по-прежнему отменены. Не было новогодних и рождественских гуляний. Зато находятся те, кто, вопреки здравому смыслу, собираются на тусовки и вовлекают в это несовершеннолетних. Поручение вице-губернатору, ответственному за безопасность, навести порядок. На мое имя поступило письмо родительской общественности, которое возмущено действиями отдельных политиканов, призывающих к участию к митингам, различным противоправным действиям детей и подростков. Родительская общественность уже не просит, а просто требует. Защитить, оградить от провокаций и шествий детей, территорию школ, места, которые предназначены для массового отдыха и прогулок с детьми. Даю поручение, Владимир Николаевич Бурыкин, вам в течение 48 часов отработать все меры безопасности, обеспечения безопасности детей и жителей региона по всем муниципальным образованиям. Это решение поддержала самарская общественность. Подобные мероприятия категорически недопустимы не на территории нашего города, не на территории нашей страны и в мире в целом. Поскольку цель этих митингов, таких зловещих ситуаций одна – выбить из душ и умов наших детей, подростков определенные ценности. Вот эти действия, которые активно пропагандируются в социальных сетях, они приводят к тому, что подростки дестабилизированы и не понимают, как правильно участвовать в общественной жизни. Когда идет такой большой поток лавин людей, конечно же, это будет небезопасно и для окружающих, потому что гуляют и с семьями, и с маленькими детьми, пожилые люди. Поэтому, конечно же, есть вероятность того, чтобы просто попасть, скажем так, в эту струю, когда человек даже этого не предполагал. Также дано поручение главам городов и районов усилить работу по проверке соблюдения мер безопасности в общественных местах. Олег Зверев, События.